И всем большой привет, ребят! Сегодня я снимаю не один, а со своим подписчиком. Поздоровайся! Привет, ребят! Если вы захотите видеть такую рубрику и дальше, то ставьте лайк и, возможно, вы тоже попадете в эту рубрику. В этом нет ничего сложного, я об этом пишу в паблике и причем заранее. Ну и, в общем-то, сегодня я покажу вам, как в обычный ванильный Майнкрафт, без всяких модов, при помощи только командного блока, добавить двух офигенных супергероев. Это Флэш, за которого сегодня я, и это Бэтмен, за которого сегодня будет мой подписчик. А в конце этого видео мы устроим что-то типа ПВП, где выясним, какой же из этих двух супергероев лучше. Ну а вы пока можете написать в комментарии о том, кто, по вашему мнению, более крутой супергерой. Начинаем! В общем, бро, для того, чтобы стать супергероем, нам, естественно, понадобится командный блок, потому что это команда, и она для ванильного Майнкрафта. Хочу сразу сказать, что Майнкрафт лучше всего использовать в версии 1.8, не ниже 1.8. На 1.9 я не уверен, что она будет работать, но на 1.8 точно будет работать. 100 процов вам даю. Вставляем команду, жмем готово, и давайте же активируем. Вау! Вот такая вот фиговина из командных блоков построена, сейчас она прогружается. Па-бам! И вот эта вот комнатка, наш ключ для того, чтобы стать флэшем. Итак, для флэша ничего скачивать не нужно, никаких ресурспаков, модов, ну, в принципе, модов вообще для этого не нужно. Единственное, если вы хотите стать Бэтменом, как его сделать, я покажу чуть позже, вам придется скачать ресурспак, ну, такой легенький. Отвлеклись от темы, чтобы стать флэшем, нам никуда не нужно клацать. Что нам нужно сделать? Показываю, смотрите. Берем редстоун блок, далее берем железный блок, и что бы вы думали нам еще пригодится? Зельеварочные аппараты, варочная стойка. Хватаем. Дальше, попутно, мы возьмем один золотой самородок и один блок красной шерсти. Все. То есть, вот, вот обычные предметы. Блок красного камня, железный блок, варочная стойка, золотой самородок и красная шерсть. Первым делом мы вот так вот ставим редстоун блок, а по краям от него, вот таким вот образом, то есть образовываем плюсик, мы ставим блоки железные. И на железные блоки мы ставим варочные стойки. Дамбо, ты что, дурак, что ли? Как это нас сделает флэшем? А вот так вот, смотрите, мы разбегаемся, можно особо не разбегаться, и на редстоун блок. Вы чувствуете, как я стал быстрее? Ну, испытаем мои силы. Беги! Че-то не работает, давайте еще раз. Фак! Ну, а на самом деле, для того, чтобы стать флэшем, нам еще пригодится сделать кольцо флэша. Его мы делаем так. Мы выкидываем золотой самородок, а на него мы выкидываем блок красной шерсти. Все, и у нас в руках получается одуванчик, который создатели этой команды почему-то решили назвать кольцо флэша. И дальше все, что нам нужно сделать, это выкинуть кольцо флэша, опять же, на ту самую точку из блока редстоуна, с которого все и началось. Вот он я, посмотрите. Я не менял скин, я не устанавливал никакой текстур пак, то есть вот это вот так вот. Вот просто и изящно, все. Ну, а теперь я предлагаю вам посмотреть на скорость, с какой я буду пробегать. Шшшш, посмотрите, это просто бешеная скорость. Вот как это выглядит от первого лица. Посмотрите, блин, это охрененно. Это вообще супер. Я не знаю, насколько далеко я уже убежал. Нет, реально, если брать из всех супергероев, флэш это один из самых моих любимых. Ну, после Бэтмена, конечно, после Железного Человека, но вот флэш это реально прям... Он классный, я не знаю, что еще сказать. Смотрите, вот эта скорость вообще. Что нам дается из инвентаря, когда мы используем эту команду? Это вот такая голова флэша, кожаные штаны крашеные, кожаные ботинки крашеные и кожаная куртка тоже крашеная. И в совокупности мы становимся флэшем. Таким образом, нам дается из эффектов скорость, сила и восстановление 4. Давайте проверим, насколько быстро мы сможем убить инфрита. Поехали. Смотрите, он не успевает, этот дурак не успевает. И потребовалось всего 3 удара для того, чтобы убить инфрита. Давайте еще раз попробуем. Че, не может по мне попасть, да? Оп. Давай, давай, давай. Фаерболами своими. Сейчас я его обхитрю. Вот смотрите, он не замечает. На тебе, на тебе еще разочек. Все. Вообще, сейчас даже 2 удара потребовалось. Но теперь я предлагаю посмотреть вам, как сделать Бэтмена. Поехали. Для того, чтобы сделать Бэтмена, точно так же ставим командный блок. Вставляем команду. И жмем на кнопку. Точно такая же башня у нас с вами начинает выстраиваться. И ждем, пока построится комната из командных блоков. Вот она. Если вы помните, предыдущая комната была красной. Это уже такая темная из обсидиана. Ну и понятно, Бэтмен же темный. Тут нам тоже абсолютно ничего не нужно нажимать. Ни на какие-то таблички. Просто активировали командный блок. Что мы делаем дальше? Здесь нам еще проще, нежели с флешем. Открываем инвентарь. Берем тыкву. Тыква у нас выступает в роли головы Бэтмена. А далее берем, переходим в оружие и доспехи. Берем кольчугу. Берем кольчужные поножи. Берем ботинки кольчужные. И можно сразу же взять снежок. Вот. Есть удочка. Она выступает в роли Бэтменского крюка. И есть эти штучки. Я забыл, как они и называются. Что нам нужно сделать? Все очень просто. Надеваем на голову тыкву. Надеваем кольчугу. Надеваем кольчужные поножи. Надеваем обувь. Все. Вот смотрите, какие нам эффекты выдались. Ночное зрение 3. Скорость 3. Сила 2. Прыгучесть 3. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Где детонатор? Вот такой вот у нас получился Бэтмен. Посмотрите, мы тоже начинаем двигаться быстрее. Мы начинаем выше прыгать. Но не так быстро, конечно, как флэш. Силы у нас больше, чем у флэша. Тут сила 2, а у флэша сила 1. Давайте также сейчас будем испытывать на инфрите. Но сначала я хочу показать вам вот этот вот крюк офигенный. Мне крюк понравился. Закидываем. Фак! Почему я не переместился? Вопрос. В общем-то, я не знаю, почему у меня сейчас крюк не работает. Но в оригинале, когда вы закидываете крюк, вас перемещает на то место, куда ударил крюк. Я предлагаю вам сейчас сразу же проверить, за сколько мы Бэтменом убьем инфрита. Спавним инфрита. Как мы его быстро убьем с руки. Первый удар был. Второй был. Третий удар. Четвертый удар. Так, я не понял, инфрит. Пятый. С 5 ударов. Это что сейчас такое было? Почему флэша сделали сильнее, чем Бэтмен? Да и вообще сильнее ли флэш, чем Бэтмен? Не переключайтесь, не выключайте видео. Сейчас мы вместе с моим подписчиком устроим что-то типа битвы. ПВП. Бэтмен против флэша. В комментариях вы можете проголосовать вот прямо сейчас за кого вы. А также, ребят, я не поленюсь и еще раз вам хочу напомнить о том, что вы можете повлиять на судьбу вот таких вот именно роликов, где я буду приглашать на съемки своих подписчиков. Абсолютно любых. Вот ты даже, кто сейчас меня смотрит, можешь попасть в мое видео. Для этого нужно тыкнуть на это видео лайк и следить за пабликом, потому что я именно туда напишу пост о том, что мне нужен человек для съемки. Я уже заговорился, а короче говоря, давайте смотреть на битву. Ну, в общем-то, сейчас мы и начинаем это самое эпичное ПВП двух супергероев флэша и Бэтмена. Давай, ты готов? Поехали. Насчет три. Раз, два, три. Сложно. Пока Бэтмен мне не нанес ни одного еще удара, я не знаю, сколько я нанес тебе. Два. Просто дикая скорость. Все? Да. У-ху! Флэш официально победил в этой битве. Ну, вот и все. Вот так вот закончилась наша типа супергеройская битва в Майнкрафте. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, не поленюсь вам напомнить, что поставьте лайк, так я буду знать, что вы хотите дальше видеть такие видео. Короче, вы поняли. Ну и спасибо большое моему подписчику. Это он. Это он. К сожалению, у него нет своего канала, так бы я, конечно, отблагодарил, оставив ссылку на его канал в описании. Ну ладно, за безвозмездную помощь двойное спасибо. И, ребят, хочу вам напомнить, что каждое такое видео мы с вами проводим конкурс, на котором, халяву точнее, даже не конкурс, в котором в этот раз мы разыграем одну лицензию Майнкрафта с полным доступом и две лицензии Майнкрафт с доступом через лаунчер. Что для этого нужно сделать, смотрите в описании, а также можете посмотреть в моем паблике ВКонтакте, в котором я и буду приглашать вас, моих подписчиков, на такие вот съемки. Ссылка на команду и на автора этих команд будет в описании, поэтому тоже загляните. И все, с вами был Дамбо и мой подписчик. Всем пока. Пока. Вот так вот скромно он сказал. Все, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok